Есть одноразовые маски, трехслойные. Стоимость одной маски 15 рублей. И многоразовые маски. Одна маска стоит 87 рублей. Дешевые и подороже, белые и черные, одноразовые и многоразовые маски на любой вкус и размер кошелька появились в государственных аптеках Химок. Одноразовые маски необходимо менять по мере того, как они станут влажными. Это необходимо сделать незамедлительно или не реже, чем один раз в два часа. Многоразовые маски. Их обрабатывают моющим средством и сушат. И затем можно продезинфицировать с помощью утюга или парогенератора. Их срок службы составляет 10-15 применений. По словам фармацевтов, ежедневно в аптеке разбирают свыше 500 одноразовых и около сотни многоразовых масок. В одни руки продают не более 20 штук. Помимо масок в аптеках в изобилии появились перчатки и антисептики. Вот в эту зашла есть. Других не знаю, пока не заходила. Я сегодня пришла в аптеку и купила на станции, а до этого их не было. С проблемой дефицита средств защиты справилась сеть государственных аптек Подмосковья, которая заключила контракт на поставку более миллиона медицинских масок. Организация работает с производителями напрямую, что позволяет сохранять доступные цены. Впрочем, в некоторых аптеках цены по-прежнему высокие. Но это, как правило, касается коммерческих организаций. Есть маски, но очень дорогие. По 40 рублей. Здесь 15 рублей. Здесь 15 рублей, а в других аптеках 40, 35, 40. Поэтому стоимость масок, она, конечно, не та, которая должна быть в нашей ситуации. А 15 – это нормальная цена? 15 – нормальная цена. Государственная сеть представляет 300 аптечных организаций по всему Подмосковью. По словам фармацевтов, в первую очередь маска нужна больному. Это снизит риск распространения инфекции. А поскольку у многих болезнь протекает бессимптомно, то маски должны носить все. В связи с усилением заболеваемости в последнее время маска должна стать обязательным условием. Это должно стать предметом одежды, я считаю. Напомним, с 12 мая в Московской области вводят масочный режим. Всех, кто вышел на улицу без средств защиты, ждет штраф. Александр Сергеев, Николай Заброди, Новости Химки ТВ.